Виртуальное знакомство чуть не затянуло школьницу в ряды террористов. Это случилось в Нижнем Новгороде. Родителям казалось, что дочь все время на виду, но только сейчас они узнали, чем она занималась по ночам. Переписку, милорассчитанную на то, чтобы задеть душе нужные струны, довела до сараев далее от родного дома. Ну и все на нервах, конечно. Вы сейчас сами ее услышите. Репортаж Валентины Соловьевой. Он мне начал просто писать с неизвестного номера, неделю, наверное. А потом сказал, что меня так-то зовут, давай встретимся. Она дает интервью на условиях полной анонимности. 16-летняя школьница согласилась не только на свидание, но и на побег в Дагестан. Спустя 5 месяцев СМС-переписки за это время незнакомец стал 11-классницей, как она сама говорит, лучшим другом. Ее даже не смутила просьба никому о нем не рассказывать, как, впрочем, не смущали и другие его внушения. Говорил мне, чтобы я ночью повторял какие-то непонятные слова. Говорил, и родителям не нужна, друзьям не нужна, что меня никто не любит. Родители ничего не заподозрили, не замечали в поведении дочери ничего странного. В школе училась хорошо, дома вела себя, как обычно. Слишком все было хорошо, и этого мы не ожидали. В школу ее отвозят, со школы привозят. Она все время как бы на глазах, и общение ее было по телефону ночью, когда мы спали. Он сказал, что там жизнь лучше будет, и в школу, там я закончилась, и тут поступлю. Обязалось все тем условием, что я обратно сюда вернусь, и с родителями также продолжу общение. Девушка поясняет, в какой-то момент начались проблемы со сверстниками, ссоры с родителями. Тогда и решилась на побег. Сначала добралась до Москвы, потом на самолете до Махачкалы. В аэропорту девушку встретили и отвезли в гостиницу. Кстати, там администраторы задали несовершеннолетний вопрос про путешествие в одиночку. Школьница позвонила и рассказала об этом новому другу, после чего ее сразу забрали и увезли куда-то в аул. А знакомый резко изменил тон общения. Там уже наехал на меня, начал угрожать мне, что меня там убьет, если я не буду делать так, как он там будет все говорить. Он уже показал себя с другой стороны. Там дом непонятный, ну, как сарай. Ужасная вообще обстановка была. Дома забеспокоились спустя пару часов после того, как дочь перестала выходить на связь. Родители сразу обратились к правоохранителям. Продолжали ее поиски, не складывали руки, начали с милиции, пошли в ФСБ. Она была обнаружена в одном из районов Дагестана. Вот тот самый сарай, где держали школьницу. Это кадры спецоперации, в ходе которой ее освободили спустя три дня после исчезновения. В ФСБ подтвердили, что Нижегородка попала в плен к радикальным исламистам. Никаких других деталей оперативники пока не раскрывают. Жертвами верыбовщиков становятся молодые люди из разных слоев населения. Особенно это касается молодых женщин, которые стремятся устроить свою судьбу, выйти замуж. Женщины используются террористами в качестве смертниц, прислуги, секс-рабынь. Эта история напоминает другую громкую неудачный побег в мае 2015-го к жениху в Сирию студентки из Москвы Александры Ивановой, больше известной как Варвара Караулова. Девушка увлеклась изучением ислама, втайне от родителей получила загранпаспорт. Ее задержали на турецко-сирийской границе. Вернули домой, но студентка продолжила поддерживать связь с террористами. В конце декабря ее осудили за попытку примкнуть к запрещенной в России группировке ИГИЛ на 4,5 года. И после таких резонансных случаев методы вербовки экстремистов продолжают работать. Подростков и взрослых вербуют приблизительно одинаково. На первом этапе главное познакомиться, втереться в доверие и показать, что ничего плохого не произойдет. Если ты будешь просто со мной общаться, дружить. А потом постепенно, понемножечку, по мере того, как общение продолжается, подростку задают все более провокационные вопросы. Подбадривают его тем, что он, скорее всего, выполняет какую-то особую миссию, чтобы он почувствовал себя героем, очень нужным. Психологи советуют помнить старое правило безопасности. С незнакомцами в интернете проявлять осторожность. Девочка, которая едва не стала террористкой, уверяет, что признала свою ошибку. Чтобы девочки не велись вообще на такой, и мальчики тоже. Это на самом деле очень страшно. Когда ты сам побываешь в такой ситуации, ты просто начинаешь понимать и ценить то, что у тебя на самом деле есть в жизни. Сейчас нижегородская школьница находится в подавленном состоянии. Этот случай успешной вербовки девушки, по информации ФСБ, в регионе первый за последние несколько лет. Вербовщик до сих пор не задержан.